видали какие у нас тут плавают уже это вам не ухты с бухты 19 мая вот сейчас я иду довольно таки быстро то есть так как у меня часы чтобы за 11 минут уложиться в один километр обычно даже 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 добра здоровься добра здоровься даже не в 11 минут а в 12 минут то есть это уже существенная нагрузка ты еще не берешь но уже ноги более мощно работают ты чувствуешь как голень бедра сокращается спина уже по-другому работает естественно сердцебиение 104 дыхалка начинает вот такая работа на суставы голеностопы особенно чувствуется как заработали руки движутся туда-сюда туда-сюда что значит регулировать ходьбу повысив интенсивность ну посмотрим за сколько я пройду я так взвинтил темп захотелось мне из 12 минут выйти на километр хотя бы один кружок то есть один километр осталось а 4 километра за 10 11 то есть как раз я думал километр выйти из 11 минут хорошая должна быть нагрузочка темп то есть видите как я дал ох я дал дал как я гордца собой а ведь могу же но для того чтобы такой темп выдерживать надо себя побуждать таким активным движением а сейчас я слегка избавлю и как раз до часа я еще то есть чтоб час у меня тренировка была времени там еще пройду метров 700 я смотрю на детей как они бегают сказали ха бежите и вот они бедняжки топают даже в ходьбе необходимо на пяточку ставить на пяточку с пяточки на носочки толкаться то есть чтоб мягкость была чтоб от этого не было а так вы пойдете как раз так как надо физиологично у вас заработает голень вот в голени находятся сосуды венозные которые имеют такие полу лунные клапаны и вот эти полу лунные клапаны прекрасно работают и подымают кровь снизу вверх за счет того что идет перекатывание с пяточки на носок с пяточки на носок а когда а так вот эта нагрузка вообще ударная нагрузка на все суставы и после таких пробежек можно стать больным особенно то пожилом возрасте поэтому ходьба ходьба вы можете настолько взвинтить все свои физиологические параметры и при этом регулярно задавать нагрузку которую вы просто на просто не сможете выдержать в беге не готовы и думайте сейчас этот пробегусь оздоровлюсь не тут то было и после этого как бы сказать бега человек надолго отбивается у него охота еще там бегать заниматься чем-либо кстати и обувь надо подбирать соответствующую для того для кросса для прогулок она так подошва немножечко пружинила чтоб смотрите каблучок такой был хороший ну естественно чтоб она там не потела одевайте обязательно носочек за 10 59 вошел и второй круг километровый я вошел меньше 11 минут очень хорошо дыхание обязательно обязательно дыхание через нос выдох через нос через рот мы только едим и пьем а через нос дышим и в жару и в холод и это хорошо кстати сколько ну вот уже за час за час я прошел в пять с лишним километров обычно у меня выходит четыре с чем-то километра а вот когда темпика прибавил и самое важно чтобы это было не то что вы как бы сказать себя заставляете а чтоб вы ходите 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 и вдруг вам захочется пройти побыстрее и это как-то не в нужду не будет в напряг а в радость вы идете все нормально все движется вот пять километров 150 метров ну дойду до до машин и поеду вот такие то вещь на рыбалке распутаем удочку ухты а теперь можешь все что угодно поднимать а что больше не а крючка больше нет у вас да вот это один да вот это один только мы и все по дорогам и ручки распутаем ребята вы запомните на рыбалку идете экипировочка должна быть у вас полная а вот так а 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 на с happy а а к от Думаешь, особо ничего не будет? А вот там глубина, с под того берега рыба плывёт сюда, покормится. О, это тоже хороший. Теперь смотрите, что мы делаем с вами. Так, он у нас вот так должен стоять, поплавочек. Значит, мы берём его. Ну, как иглу. Всё, вы засунули, да. А, тут был ещё ограничитель. Вот, ё-моёс. Ну ладно, мы ограничитель сделаем. Знаете, что сюда? Просто спичечку выстужим, только оп, и зачопим. И зачопим. А вы чёрненькую штучку такую, резинку вот куда-то сюда дели. Та чёрненькая, она какая-то одноразовая. Она одноразовая. Ой, было их две, в общем-то. На леске вот здесь, и там угла. Ну ладно, это фигня. Это знаете уже, как рассказать, вот какие-то выпендроны. Выпендроны. У меня тоже удочка была сначала на три крючка. А, тут такой, смотрите, крючок. Смотрите, если такой крючок привязывать, да, его привязывают примерно вот так где-то. Ой, это красная штука, это приманка. Блин, Вадим. Это приманка. Смотрите, как привязывают такой крючок. Видишь, вот одно дело с это, когда тут ушко, а когда ушко нет, он расплющен. Вот смотри, слаживает вот так вот леску. Вот так, видишь, связали. И потом берут вот так вот, приложили. Приложили эту фигню. И потом, смотри, обматывают только. Ай, ну я в интернете видела, но не понял, как они это сделали. Так, раз, два, три. И, ну хрен с ним, еще четвертый раз. Четвертый раз, смотри, потом держим. Вот так вот держим. И в эту фиговину с морковиной, опа, засунули. Теперь вот так вот, здесь же мы затягиваем. Затянули. Вот так вот, да, затянули. Чуть-чуть. И... Ну вот так вот. Раз. Раз, так. И сюда только ее. Только еще получше мы затянем. О, вроде так хорошо. И теперь смотри вот только сюда. Раз, спустили, да? Угу. На чем-то держится или нифига. Или нифига он у нас не держится. Ага, есть, видите. Все хорошо, да? То есть он тут схватился хорошо. Ну хорошо и ладно. Теперь берем немножечек. Вадим, этот вон наш. Да? Это вон наш. Нет, это вобилик. Ножички так, чтобы не тупить. Лешу тварить. А это я приманку кину, они в кучу. А там какой-то хищник был, а не по... Да вот она валяется здесь. Блин. Угу. Все, смотрите, заделали мы. О, держится эти. Хорошо. Теперь смотрите, какую глубину вы делаете. Я не знаю. Ну ладно. Нам важно, чтобы поплавок держал. Спичечку мне найдите или маленькую палочку. Лучше взять спичечку. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok